Седьмой форум информационного Технологии на службе оборонно-промышленного комплекса России прошел на территории Республики Крым. Мероприятие, которое стало единой информационной и дискуссионной площадкой для обсуждения роли IT в развитии оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, собрало 1052 делегата. Прозвучало 115 выступлений в различных секциях. В трехдневном форуме участвовали представители от 302 предприятий промышленности и 72 IT-компаний. Для гостей форума была представлена выставка проектов отечественных компаний, где можно было ознакомиться с разработками и наладить деловые контакты. Также были представлены результаты процесса модернизации основных фондов организации ОПК Республики Крым и города Севастополь. Развитие ОПК в рамках построения в России цифровой экономики требует разработки и принятия нестандартных решений, позволяющих диверсифицировать производство продукции, которая пользуется спросом на рынках не только вооружения и военной техники, но и гражданской продукции, изделий двойного назначения. Олег Иванович Бочкарев, заместитель председателя коллегии военно-промышленной комиссии Российской Федерации, отметил неслучайный выбор места проведения форума и очертил основные задачи. Выбор Республики Крым и города Севастополя, он еще связан с тем, что мы сегодня должны продолжить важнейшую задачу интеграции не только предприятий оборонно-промышленного комплекса полуострова, но и гражданских предприятий в реальный промышленный сектор Российской Федерации. Нам важно, как можно, быстрее выровнять подходы, требования, взгляды для достижения общей цели. С приветственным словом также выступил заместитель председателя Совета Министров Республики Крым Юрий Михайлович Ганацюк и заместитель губернатора председателя правительства Севастополя Илья Вячеславович Пономарев. А заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Рязанцев Олег Николаевич подчеркнул, что необходимо смелее выходить за рамки применяемых технологий. Мы должны ставить перед собой новые сложные задачи, смелее выходить за рамки применяемых технологий. Нам все вместе нужно двигаться по пути модернизации и цифровизации, особенно в условиях активной государственной поддержки развития оборонно-промышленного комплекса, которые сегодня существуют. Деловая программа «Форума» предусматривала 11 тематических секций, в рамках которых специалистам представилась возможность оценить уровень развития IT в ОПК, эффективность решений для управляемости бизнеса и технологических процессов на предприятиях, взаимосвязь автоматизации производств, задействованных в выпуске гособоронзаказа и диверсификации. Сегодня быть независимым – это гарантия успеха, гарантия безопасности, гарантия движения вперед. Четыре потока поделились на различные сессии. Обсуждались системы управления предприятием ОПК, цифровое производство на предприятиях ОПК, цифровая инфраструктура и информационная безопасность в ОПК, нормативно-правовое регулирование применения цифровых технологий, кадры для цифровых предприятий, имитационное и суперкомпьютерное моделирование, а также IT на службе ОПК Республики Крым и города Севастополь. Это лишь немногие направления, темы и вопросы, которые обсуждались на седьмом форуме «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса России» в Ялте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин